Итак, друзья, мы с вами в самом завершении второй главы Бава Батра. Сегодня разберем 13-ю мишну, посмотрим, может, дойдем до 14-й. Но так или иначе, мы с вами обсуждаем взаимоотношения, а точнее разногласия, которые могут возникнуть между соседями, то есть владельцами двух смежных участков. И мы говорили в прошлый раз как раз таки про то, что если ты сажаешь дерево на краю своего участка, а его корни как бы заходят под забором к участку соседа, и там им мешают, торчат, может ли он их срезать, а что если у тебя дерево засохнет и так далее. Так сегодня мы будем говорить, как бы, да, у него нечто похожее, но только уже не про корни, а про крону, про ветки. Сейчас он думает, что у тебя, наоборот, ветви заходят на его территорию. Если твое дерево склонилось над полем твоего соседа, да, бывает, что ветки зашли там и накрыли его участок, что если, да, дерево Рувена склонилось над участком Шимона и мешает тому протащить плуг. Помните, мы говорили, что хозяин может, да, удалить все корни на глубине трех ладоней, потому что его плуг цепляется за это. А тут мы говорим наоборот, мы знаем, что на плуге надо стоять, то есть есть еще какая-то высота, он слишком сильно, он там не может пройти из этих веток. Тогда коцец, тогда Шимон может срезать эти ветки. Мелоа Мардеа. До высоты Мардеа. Я так понимаю, что это седло. Да, это хлыст, которым пришпоривает Скотт, чтобы тот бахал. Да, 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 это макель, это палка, орох, длинная, шебекатсеу, на краю которого... Гвоздь. Гвоздь? Тут гвоздь. Трех такой, чтобы того, чтобы... Ага, вот я тут подскажу. Такая палка, да, чтобы колоть животное, чтобы оно пошло. Так вот, видимо, у этой палки была высота. И вот на эту высоту этой палки погоняло вот это вот. Да, ты мог убрать все ветви, которые тебе мешали. Да, потому что тебе надо его наклонять, поднимать, наклонять, поднимать там ветки, то ты не сможешь это делать. Как мы сказали, да, что когда он хочет приподнять эту палку и опустить ее обратно на животное, ветви твоего дерева соседа не мешали ему. Что же касается дерева хорув, это у нас рожковое дерево, а шикма, это у нас, мы говорили, это у нас смоковница, да, инжировое дерево, смоковница. Почему? Потому что они считаются очень раскидистыми, очень большими деревьями. У них очень большая крона. Так что касается таких деревьев имен Феаха, Руву, Ашикма, Шен, Рувен, Утим, Лесаде, Шимон. Если Рувен посадил такое дерево, и крона его заходит на территорию Шимона, Уильвит Силеммерубаве Укашеля, Саде. Коцец, Шимон. Так как тут уже другая проблема. Дело в том, что крона закрывает, она отдает тень на поле Шимона, а мы знаем, что чтобы он не выращивал, да, любой растительности культуре, нужно две вещи. Это тепло и солнце. Да, получается, это дерево лишает солнца, эту часть поля. Поэтому уже только это дает право, то есть в случае, да, рожкового дерева и смоковницы, дает право Шимону срезать эти ветви, потому что они затеняют его участок, что как бы для него тоже является, да, наносением ущерба. Канегед המשколет, כל מה шоутое לתוך саде, הוא לפи хаку, המעонаха, ламейцар, שמן шести השадот. המשколет. Мешколет היינו аннаха, והוא חוט, שבקצה הוא, תלуя, משколет של מתכת, we have naim bohanim alpiv et kir abinyan imu yashar umeunach. Ага. Машколет, это такой замерщик, как сегодня, да, это нить, которую растягивали, с медной такой нитью, и замеряли ровность стены. Сегодня это делают лазером, но, по сути, да, так делали в прошлом, да, то есть натягивали ее, она образовала линию прямую, а потом прикладывали к стене и смотрели, насколько, как бы, да, стена ровная. Да, то есть, понимаете, начинаешь вырубать ветки этого дерева, ты можешь залезть уже вырубить не то, что тебе, поэтому, чтобы ты точно знал, вот твое поле где, да, над твоим забором, над твоей частью, где заканчивается твое поле, вот там вот поднимаешь, как бы, эту нить, и смотришь, ага, так, это зола, это мая, это моя, это моя, я вот это все, что над моей территорией, я имею право, как бы, срезать. Теперь бейташлахим. И если теперь еще поле Шимона является полем, которое необходимо орошать искусственно, то есть, да, в зависимости от той культуры, которую ты выращиваешь, есть культуры, которым достаточно просто осадков, да, природных, а есть, которым недостаточно дождей, которые выпадают, необходимо еще поливать, то есть, не знаю, какие-нибудь очень влаголюбивые виды растений, их надо еще поливать, ходить ведрами, да, поливать, либо копать какие-то каналы. Так вот, если у Шимона еще было такое поле, которое нуждается в обильном, искусственном орошении, тогда любое дерево, которое над вот этой вот мишколой, на этом замерной нитью, не только рожковое и смоковница, любое дерево, он имеет право срезать, потому что даже малая тень для таких видов культур, которые нуждаются в большом обильности воды, является губительной. Абошауль же считали, что любое дерево, которое плодов не приносит, тоже срезается согласно четкой линии раздела участков. И обещается в Талмуде, что Абошауль пришел поспорить с тем, что мы сказали в начале мечты. Что если твое дерево склонилось над участком товарища, что вне зависимости от того, даже если это было бесплодное дерево, ты имеешь право срезать его ветви только на высоту этого хлыста, но не выше, а только в отношении смоковницы и рожкового дерева ты срезаешь все, как лазером, вот где у тебя забор должен проходить, ты все эти ветки наверх можешь срезать. Но приходит Абошауль и спорит, он говорит, Абошауль альтанакамаболомер колинан сракану тэна цадэхаброку цитбальшны это лавкинагенмашкова. Он говорит, нет, зачем? Я понимаю, что ты как бы жалеешь того, чего дерево, потому что это дерево плодовое. И срезая ветки, ты как бы реально срезаешь плоды, которые на нем могли бы расти. Но, говорит, если это дерево бесплодное, обычное, не знаю, которое не дает плодов, так срезай полностью, чего ты боишься. Надо срезать все ветки. Так как плодов на этом дереве и так, и так нет, в срезании веток ты не наносишь какого-то большого ущерба. Поэтому мы даем право хозяину поля срезать все ветви вверх, да, по линии его забора до конца, а не только до высоты этой палки, которая для погона скота. И совсем маленькая мечта, друзья, и мы с вами завершаем эту главу. Но, говорит, мечта так, а что если дерево, ветви которого склоняются над общественной территорией и мешают провозу грузов? Мы знаем, что на животных вьючили всякие мешки, которые увеличивали высоту таких животных. И получается, твое дерево, да, очень хорошо, ты живешь как бы, да, на садовом кольце, но ветки твоих деревьев с твоего двора закрывают машины и не могут проехать там, да, или вьючные животные. Так говорит мечта, и ланши унутэдер шутарабим, если есть дерево, которое своими ветвями вылазит на общественную территорию и мешает там проходу людей и животных и прочее, кольцец, тогда имеют право, да, те, которые находятся на проезжей части, то есть, да, на этом общественной территории. Срезык эти ветки, где еще и гамалу верверху, до какой степени? До такой степени, что мог проехать верблюд и его наездник. Да, то есть представьте себе, да, высоту верблюда и еще сверху на нем сидит человек. Рабиуда же говорит, гамальтаун пиштану хавилейзморот, что до такого уровня, когда может проехать верблюд, загруженный льном и еще связками лоз виноградных. Рабиуда совершенцорых лакоцгдей гамал верохво, шекэнарухэв яхоллит кофеф, вэлаавортахатан фейнеа, элекоццима адгово, шеуханлаавортахтав гамалтаун пиштан, ухадлотан афим. Он говорит, не надо, говорит, ограничивать высоту, которой могут срезать люди, ветки, дерево, которые выходят на Ршут-Рабим, наездникам на верблюде, потому что наездник на самом деле проблемы нет, он может просто пригнуться, он человек, и проехать. А вот как раз-таки давайте замерять по тем вещам, которые пригнуться не могут, как по трамваю, который объехать не сможет. А именно, если на верблюде лежит лен, вот такие вот связки льна или связки лоз виноградных, они как бы не пригнутся, и это есть определенная высота. Поэтому давайте по ней ориентироваться, все до этого уровня, имеют право находящиеся на общественной территории от этого дерева срезать. Раби Шимон же читал, «Колей лакадагат, апишколэти». А Раби Шимон говорит вообще, он говорит, слушай, нет, говорит, все дерево можно как лазером, как мы говорили, срезать полностью до высоты перегородки. То есть где заканчивается забор хозяина этого дерева, вот все, что у дерева выходит дальше, это все можно срезать до самого верха. Да, по совсем другой причине, говорит, Раби Шимон. Оставьте, говорит, что это мешает наездникам там или верблюдам. Это, говорит, даже ипнеа тума, из-за тумы. Да, тумы. Мы знаем, что законы тумы, нечистоты, которые сегодня уже, мы все, но раньше было время, когда это была большая проблема. Так мы знаем, что человек может принять туму, нечистоту, не только при касании или при переносе, или если он сядет на что-то, но и если он попадет в одно помещение, накрытое крышей, в котором есть источник тумы. То есть, если лежит мертвец или хотя бы часть, да, с маслиной мертвеца в ангаре, огромном ангаре, там, да, конюшня, то все, что находится в этом ангаре, мгновенно становится тамэ. Понимаете, так дерево со своей раскидистой кроной имеет такую же силу, и пока, как бы, это маленький кусочек, ты с ними столкнулся, ты тагор. Проблем нет, но если этот маленький, ты зашел под навес с этим маленьким кусочком, ты становишься тамэ. Поэтому люди ходят по улице, паршютер, обим по общественной части. Им не нужно, чтобы были какие-то навесы, которые теперь у кого-то что-то там, где-то когда-то был похоронен, кусочек чего-то, да, и теперь это создает навес, и все, что подпадает под этот навес, сразу становится тумным. Поэтому, говорит, раби Шимон, по этой причине мы срезаем все ветки доверху, чтобы не было никаких навесов, и чтобы люди не осквернились тумой огель шатра. ве Аллаха кетанакама. Но, несмотря на замечание, которое сделал раби Шимон, несмотря на замечание раби Ягуды, да, который говорил, что нужно ориентироваться на фиксированную поклажу верблюда, а раби Шимон, их же нужно вообще ориентироваться на вопросы тумы, Аллаха следует мнению Танакамы, что достаточно срезать ветви дерева только до уровня верблюда с его наездником. Ишаркоах, друзья, мы с вами завершили вторую главу Бава Батра. Пусть это будет заслугу наших братьев Ахейну Бейт Исраиля Анатулим Бецарау Вешивья, а также за выздоровление Исаак Бен Мирьям, Ляу Давид Бен Мирьям, Давид, Аарон Давид Бен Ривка, Лавдиль Бен Хаим Набитим за возвышение души Геннадий Бен Гер Шедуэдри Бен Авраам, Хайм Йосеф Хазанэ Бен Цадок, Олег Бен Шалом, Шога Таймин Робен Ломен Хана, Менах Мойшебелев Талехерцка, Ребекка Бет Акива, Ауда Мин Наоми, Авраам Мен Йосефа, Наоми Тамара, Авим Морир, Рафаэм Молисор, Наоми Тамара, Акива Бен Араун, Аурам Мин Ребекка, Наоми Дакова, Номи Миняя Куман, Акима Мин Наоми, Сипор Бен Хаудам Мин Тамара, Хайм Бен Цадок Мин Тамара, Галинова Плодзимир, Сара Плодзимир, На Морисе, Сара Бет Абрэм, Мария Бет Абрэм, Никаела Бен Абрэм, Абрэм Бет Симандоев, Понсююнна Хамин Цхария, Борц Хайя Бет Абрэм, Бет Ало Шеф Робот Лев, Бет Ало Симеон Бет Давид, Беливху Бет Акива, Давид Бен Хаим Гидаля, Мариам Бет Робен, Ауда Мин Хана, Сара Хай Бет Мера, Ауда Мин Сипор, Альба Бет Борис, Бен Явин Бен Абрэм, А я с вами прощаюсь, желаю всем шаббат, шалом, меборах. Рад, что вы с нами. Шаббат, шалом.